Я до сих пор думаю, что это был кошмарный сон Я бы забыл о нём, охота рассказать обо всем Квадратная голова где-то в Балабаново Я был рад увидеть вас, хотел начать всё заново Но, как это было давно И после баттла я не думал, что всплывёт это говно Мне казалось, что друг друга поняли, а нет Чёрный пакет снова улетает на пукет Ладно, сейчас я абсолютно о другом И кто бы мог подумать, что я снова увижу птаху Добро пожаловать в этот странный уютный дом Где я окончательно потерял своё чувство страха 21 марта 2023 Я не помню, как попал сюда, но вот я уже внутри Сижу на кухне с двумя непонятными типами Говорю, что в пух я и нуждаюсь в понимании Я почему-то решил, что это были консультанты Они всё расскажут старшим и меня отпустят завтра Со мной приедет мама, я про это место забуду Но сегодня 26-е подъём, доброе утро Вы слушаете первый трек с моего мини-альбома Я закончу писать его, как доберусь до дома Одному богу известно, сколько на нём будет песен И выйдет ли он вообще, тоже неизвестно Сам не понимаю, зачем это палево, но будет много странного Как в фильмах Балабанова Очередная травма, шестой внеплановый Репортаж из Балабанова Добро пожаловать Ну чё, старая, добрая, двенадцатишаговая Я был много где, но не был в Балабанова Я из программы, я знаком уже 25 лет Черный пакет снова улетает на Пукет На самом деле всё не так уж и печально Добротный сруб из дерева, интересная компания Жёсткие правила и строгий распорядок дня Как моя сестра сказала то, что нужно для меня Она решила, что месяц будет вполне достаточно Я свой путь прохожу, никуда не сворачивая в люс Мне, мягко говоря, не привыкать И для меня такие места, как для форели горная река Я достаточно добрый, очень коммуникабель Но я не могу поговорить с мамой, это немного обламывает Я парюсь о том, что где-то парится она И кое-кто ещё парится, но это другая волна Так вот, я в нужное время, в нужном месте Вспоминаю последнюю жену и последнего тестя Вспоминаю Таиланды, как она посылала нахуй Я думаю про Олю, я думаю про Птав Хороче, всё даже лучше, чем хорошо И даже Алёша может иногда перепутать порошок Ну и ладно, просто наберите маме или папе Кто бы мог подумать, что я снова окажусь в рехабе Сам не понимаю, зачем это палево Но будет много странного, как в фильмах Балабанова Очередная травма, шестой внеплановый Репортаж из Балабанова Добро пожаловать Сам не понимаю, зачем это палево Но будет много странного, как в фильмах Балабанова Очередная травма, шестой внеплановый Репортаж из Балабанова Добро пожаловать Ну, слушай, я так тебе скажу, что если он уже пишет список Не смотря, конечно, он там группы шатает жёстко Ну, начало тут У него новое развлечение Бараба за права Людей Почему, ну, только бы быть в оппозиции Кому-нибудь Только бы вопреки, понимаешь Выкинь свой пафос, и всё будет нормально Такое пожелание мне в тетради написала Анна Я только вытер слезы после разговора с мамой Говорил, что все серьезно, она не понимала Пытался объяснить ей, что у меня проблема Она общалась, как будто были 27 дней Потом дала трубку папе, он долго молчал В итоге сказал, что верит не мне, а врачам Боже, выручай, это только кофе или чай Сколько всего я наговорил родным сгоряча И все, что скажете, может быть используемо Напротив вас, обратный отсчет 3-2 раз Здесь дни очень длинные, но пролетают быстро Нету выбора, надо чисто оставаться чистым Нету места юмора и можно забыть про маты Погода хмурая, я тут просто Леша дал матов Меня снова решили спасти Но походу это не мой стиль Меня снова пытались лечить Извините, не получилось На дворе холодное 27 марта Зарифмованный дневник я стесняюсь зачитать ребятам Они иногда ведут себя, как цыганский табор Тогда руководство применяет методы гестапо Например, посидеть в полной тишине Казалось бы, в этом ничего такого нет Но когда ты молчишь подряд часа четыре Начинаешь молча завидовать спящим Сереге и мире Я никогда в жизни не видел ничего такого Только слышал, что есть центры, где бревно приковывают Закрывают, закрывают гроб и копают могилу Все-таки выздоровление должно быть красивым Мы, конечно, не в Сибири, но и не в Москве Мы в Калужской области, салют местной братве Мне отсюда ехать до дома часа полтора Но я веду себя скромно Меня предупреждал Минздрав Меня снова решили спасти Но, походу, это не мой стиль Меня снова пытались лечить Извините, не получилось Меня снова решили спасти Меня снова решили спасти Но, походу, это не мой стиль Меня снова пытались лечить Извините, не получилось Ну вот, то есть он это Там пытается внутри уже дисбаланс нести Но я говорю, то, что написал Это хорошо Значит, он все-таки уже принимает, что ему здесь придется побыть Итак, вернемся к основной теме Последнее, что я слушал в тачке, был центр системы Я потихоньку буду открывать завесу тайны И все, что было секретным, вначале станет явным Вам любопытно, наверное, при чем тут более И еще более странным Кажется, что замешан в тахо Очень интересный тандем сколотили эти двое Я бы не вышел тогда на улицу в одной рубахе Дана Борисова написала вдруг мне в личку Типа, поинтересовался, как ты там, братишка Я пиздец, какой доверчивый лошад Меня очень легко наебать, если надавить на жалость И мне тогда показалось, что птичка подросла Я в гости его позвал, вместо того, чтобы послать До этого я две недели провел в клинике Маршака Там разные доктора делали мне полный чекап Короче, зову в гости своего врага Говорю, что жду его дома, есть шишки и виска Верите или нет, я такого не предполагал Он параллельно упаковывал меня в какой-то реха Все бы не было так плохо, если бы не так хорошо Если бы не птаха и Оля, все бы пиздой пошло Если бы не эти двое, я бы, наверное, уже сдох Так что народом в ссоре, Леха Далматов не лох Я так скажу, что у нас не такие буйные были Просто мы не можем уже какие-то меры до этого применять Не можем вот тем же самым там скотчем Вот это да, меня вчера навестила сестра Я проверил свой сбербанк, там оказалось минус два Говорит, что как я выйду, все объяснить должна Типа тратила только на мои дела, говорит она Знаете, может быть и мелочь, а неприятно Хорошо, что хоть вообще привезла телефон и карты Хорошо, что я отказался от подписи контракта ЦП Романовский, ты уж прости, тезка Несколько пропало доверие абсолютно ко всем Как будто меня окружили звери и хотят меня съесть Чувствую себя и шагом везущим ценный груз Но дело в том, что я теперь никого не боюсь Все, кому не лень, хотят меня как-то поюзать Казалось бы, что там такого, это просто музыка Но как выясняется, она весит совсем немало И я не против больших денег, можно даже налом И пришел себя, не можем Ну, а он выдает, конечно, симптомы, ну, прям, агрессии Вот, и, ну, да, он тяжелый Я опять просыпаюсь в луже холодного пота Смотрю по сторонам и не вижу ничего там Понимаю, что забыл снять свою сонную маску Очень скучаю по дому, очень хочу в маску Сегодня я весь день просил позвонить родителям Сегодня я был везде, вы бы только меня видели И пока утром никто не мог ничего говорить Я бегал туда-сюда, и мне было офигительно Хочется верить, что Ольга сегодня сильно икала У меня был очередной хороший день сурка Перед глазами пустая электричка мелькала Я так и не поговорил с мамой, ну и пускай Зато мне тут как нигде тепло и уютно Засыпаю раньше всех и рассвет встречаю утром Чувствую огромную поддержку своей высшей силой Сила внутри, дальше больше, самому себе спасибо Ну ладно, нет, сейчас ребята поменяются сегодня Которые со свежими силами Завтра психолог любимый Леша приедет С которым он там все воскресенье разговаривал И был спокойный, весел, так что... Ну и вот, сегодня вторник, 29-е Я веду себя как уголовник, жалко тут бумажные нарды Вчера устроил мини-разборки, ну и ладно Шую хлебные корки, отличное завершение марта Меня тут постоянно все кормят завтраками Вчера утром, например, я долго ждал психиатра Ближе к обету сказали, что он слегка опаздывает Потом поставили перед фактом, будет только к шабату Вечером администрация выдвинула ультимат Мы дадим тебе позвонить, только психовать не надо А позвонить я сегодня должен, как ни крути Рассказать, где я нахожусь тому, кто не может меня найти Интересно, насколько сюда меня упекли Меня забрали из дома и увезли точно не на пикник Чтобы вы понимали, меня забрали из дома силы Чтобы вы понимали, Оля и Птаха так попросили Оль, ну врач вот в субботу Вот, и врача-то, я так понимаю, в любом случае Он у нас находится, доктор, медицинское подтверждение Я хочу, я хочу Заглянуть в глаза этому хочу Возьму билеты и улечу Сэму хочу, на Бали хочу Я хочу, я хочу Повзрослеть хотя бы на чуть-чуть Пока я здесь, я не заторчу Я сдам мочу местному врачу Я хочу, давно хочу Взятку дать этому палачу Если надо заплатить, я заплачу Я всегда плачу, плачу и плачу Я хочу, любви хочу Отсюда выйду и ее заполучу Но извиняться точно не хочу Так что больше ни слова про хочу Я бы не сошел с ума Если бы не она Ебаная весна Все решила за нас Все решила сама Я бы не сошел с ума Если бы не она Ебаная весна Все решила за нас Все решила сама Но... Я походу буду засыпать Вечером просыпаться Утром Буду нюхать сахарную пудру И себе напоминать Какой же я ублюдок Ну да... Я походу буду всем говорить Что торчать не круто Я подсольюсь со всех этих мудок И да, я буду дальше верить в чудо О да, я походу буду любить одно Они проституток, мои билборды висят повсюду Висели раньше и висеть будут Послушай, сударь, я походу буду тут Очень долго и не свалю отсюда Если заболею, максимум простуды Сейчас не до шуток, жить очень трудно Я бы не сошел с ума Если бы не она Ебаная весна Все решила за нас, все решила сама Я бы не сошел с ума Если бы не она Ебаная весна Все решила за нас, все решила сама Оль, не надо мне ничего из дома Я так понимаю, что мне же не для концерта здесь сидеть Но мне пока это хватает Единственное, что кофта у меня одна И на машине на моей вообще никуда не надо ездить И вообще мне хотелось бы Короче, мне с самого начала хочется все это заполучить обратно Чтобы это было здесь в сейфе Ну типа, там ключи от тачки, ключи от дома И, может, был бы здесь телефон, было бы проще Вот, и Оль, слушай, я понимаю, конечно, твое вот это супер участие в моем выздоровлении То, что ты там присылаешь Сашу с этими вещами Со всеми там, присылаешь продукты И, ну просто, я не понимаю, что ты сама не приедешь Уже третью неделю И я тут уже третью неделю прохожу к концу И все равно, как бы, тратишь мои деньги на эти продукты На Саши, на эти поездки Притом, блядь, Саша меня тоже не устраивает То, что он привозит Ну, как бы, в воскресенье приезжать не надо Ну, серьезно Ничего нам видится Если ты не хочешь со мной по телефону разговаривать Зачем видится Ну, почему? Просто тупо Почему ты вот так поступаешь И вообще Ну, то есть, не очень Я, как бы, доволен вообще всем этим Уже могла бы Вторая сгладить эту ситуацию Можно поделюсь с тобой? Сегодня укусил нашего волонтера Так, 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 так Интересно, к чему вообще может сниться тупак? Надо кого-то попросить, чтобы посмотрели в соннике Этот сон заставил задуматься о покупке броника Видимо, я опять схожу с ума потихоньку Сука, почему не приезжают ни Птаха, ни Ольга? Зачем мне тут продукты и заспуки вкуса? И почему мой любимый остров напоминает путь? Все по большому счету не так уж и много месяц Я дружу почти со всеми, только руководство бесит Надеюсь, что за это время я прибавлю веси А моя тетрадь с текстами уже стоит для мох 10 Все равно, согласитесь, это немного странно Продукты мне привез водитель, который Саня Это тот самый курьер моей сестры Он каждый день возит продукты в разные уголки Москвы Еще приколом для меня всегда на низком старте Я могу ему набрать и не сомневаться в результате Я могу ему набрать, чтобы отвез до аэропорта И не спрашивать про кайф Он у Сани есть всегда, вы слышите меня? Я сейчас на Супер 3, а свет и лет 7 назад Я последний раз убивался перцем Я убивался перцем только из-за Кэти Я любил ее всем сердцем, не хотите, не верьте Кстати, про Кэти она нашла меня сама Хотела подуть с пацаном, но влюбилась в пацана Она не хотела появляться со мной на людях А я просто мечтал об еще одном треке со студио Сижу на кухне, заполняю дневник чувств Вспоминаю тот самый трек под названием Пусто За 3 года с ней всего один трек, ну и пусть Но то, что она бросила меня, это в натуре грустно Ведь до нее обычно я сам всех бросал Ни одна девушка никогда не дарила роликса Я прямо сейчас смотрю на стрелки на этих часах И думаю о людях, которые до сих пор колются Пацаны, покупайте часы себе сами И никогда не принимайте их в подарок от баб Только мы должны распоряжаться своими часами И дарите их телкам, если надо слить собак Вот мне интересно, это он отыгрывает диагноз Он просто нарывается, понятно Нарывается на агрессию, чтобы ему там отказали В прохождении программы Но ребята молодцы, держатся с последних сил Но держатся С каждым днем я все больше навожу движения Странно, но за вчерашний день многие заболели Как назло заболел и я в том числе Одно радует у бабули сегодня день рождения Домик мой, самое лучшее, самое любимое Я тебя с каждым днем все больше люблю Ты есть для меня та самая высшая сила И когда я молюсь Богу, знаю, что я тебе молюсь Сейчас тебе два года осталось до ста Я пойму Бога в чем угодно, но пока не сильно устал Я уверен, что у тебя там наверху все ровно Твой внучок опять похулиганил и ушатал здоровье Сейчас я нахожусь где-то под Калугой Хотя для тебя эта инфа точно не секретная Я так повеселился, что очень сильно напугаю Но я все-таки выжил, спасибо репцентру за это Кстати, я тебе не говорил, что опять женился Но я так женился, что скоро развожусь У моей второй жены была определенная миссия Вынести мне мозг, так что больше не женюсь И теперь у меня вряд ли появится другая Ты, наверное, это знаешь, но все-таки имей в виду Если кого-то увидишь, сильно не привыкая Я уже не влюблюсь, пока не встречу именно ту Кстати, сегодня я разговаривал с мамой По-моему, она правда рада тому, что я тусуюсь тут И знаешь, что тут действительно нормально Пока я не буду верен в себе, отсюда не уйду Короче, все идет своим чередом И я очень скучаю по тебе, Тамара Константиновна Я чувствую, как ты оберегаешь этот дом И спасибо за все приметы, что мне прикрутило Ты же знаешь, ба, я не умею быть хорошим Я твой Алеша, но без тебя так сложно Прости меня, пожалуйста, что долго не писал Ты мой родимый человек, два икса Ты же знаешь, ба, я не умею быть хорошим Я твой Алеша, но без тебя так сложно Прости меня, пожалуйста, что долго не писал Ты мой родимый человек, на небесах Я твой Алеша, я твой Алеша, тоже тебя так wspól И я твой Алеша Podcast А... Ла... Зы... Ма... Ха... Едем дальше Позади очередной день сурка Он особо ничего не поменял, но и пускай Я уже полюбил это место, силы внутри Едем дальше, 4.04.23 Я вчера впервые вынес информацию на доску Вчера я настроился на работу, настроился жестко Хотел посетить все мероприятия Но болезнь опять взяла верх, сука, мать ее Ребята, как всегда, писали свои воли И такое ощущение, что они раскладом довольны Ну и ладно, это исключительно их дело Зато я дописал потери, незаметно для всех болела Приехала моя любимая смена И они, походу, все слегка от меня офигели Вчера я настроился на выздоровление Но это было вчера, сегодня ведь новый день Как же я хочу обратно в Тай Как же я хочу увидеть лица этих негров И вместо нормального порошка им насыпать тайны И потом проверить их черные нервы Я мечтаю вернуться на мой любимый остров Я сплю и вижу ведоны своей новой хаты Но пока у меня тут войнушка с руководством Напоминаю, что я тут просто Леша Далматов По ночам я тут вижу кошмарные сны И мой срок уже перевалил за экватор Мы потихоньку приближаемся к середине весны Я не люблю, когда здесь кто-то ругает Эдуарда Я незаметно полюбил это запретное место По особенному отношусь к каждому резиденту Тут я наконец-то вспомнил, что такое честность И для меня оно уже больше, чем просто рэп-центр Ну и вот, короче, я тут уже три недели Раньше мне скажи, я ни за что бы не поверил И хотя у них запрещено уточнять про сроки Я скоро поеду домой и сам от этого в шоке Я вообще тут каждый день в шоке пребываю В первую очередь я не настроен выздоравливать Я ни с того, ни с сего решил остаться трезвым Перестал с руководством Рамсити обсуждать их действия Хочу после выхода начать ходить на группы Работать со спонсором нормально, а не стиснув зубы Получать медальки на юбилей чистоты Соблюдать границы и быть подальше от наркоты Доброе утро, да, получила Леша вчера был идеальным реабилитантом Участвовал замечательно во всех мероприятиях Давал обратные связи у меня Мы с метафорическими картами работали Но как бы пока тренинг не снят Группа с ним не разговаривает Но он разговаривает с впереди идущими волонтерами, стажерами Ну это и хорошо, чтобы никто его болезнь там не подметывал Я очень надеюсь, что это его состояние сохранится Глазки такие ясные, но приехали и мы прям увидели разницу Но я, конечно, боюсь обнадежить окончательно Но глаза поменялись, прям пелена спала какая-то И ну что-то там щелкнуло Слушай, ну это называется черный пиар Его рейтинг в группе упал С ним никто не разговаривает, потому что он хулиганит Плохо себя ведет, он решил пропиариться Сегодня много раз невольно вспоминал про Баста Особенно, когда все смеялись над словом гангста Я бы на них посмотрел, если бы заехал Вася Вася посмотрел бы на них и сказал бы Но нихуя себе я очень многое понял за сегодняшний день Как можно настроить против тебя толпу людей Надо просто закошмарить, что их ждет наказание Пытался пообщаться, но ребята не отвечали Еще я не забуду точно, что мне снилось этой ночью Я видел существо воочи, дальше многоточие Я попросил Анну Виталевну его нарисовать Хотя оно и так нормально отпечаталось в памяти Я первый раз хорошо выспался сегодня Просыпался среди ночи, но потом понял, что сон не уходит Меня можно было смело вешать на доску почета Под конец дня я уже сидел и ловил вертолеты Успел написать всего лишь 27 событий Бага женского рода до 30 не дотянул Зато этот день помог мне очень многое увидеть Я мечтаю окончательно забыть свою жену Но моя вторая жена настолько интересная женщина Приблизительно как протоки на моем теле Мои 40 лет были с размахом отмечены И вообще не забывайте, сегодня 1 апреля Я смиренно жду подгонов от высшей силы Вчера я суетился так, что ночью меня подкосило Взял себе задание потери в употреблении Я многого не знаю, но думаю, что за 5 дней успею В стакан ледяной воды, горбушка черного хлеба Не колочу понты, но такого еще не было Для двух недель чистоты Слишком много рэпа, по большому счету до пизды Очередная рэба Ой, это кошмар какой-то Ладно, я завтра приеду туда и сама разберусь Что там вообще, что мне скажут интересное Совершенно круто, пишет тексты Пишет дневник чувств Наверное, задание ему пора уже дать Написать про потери Мои потери в употреблении и в зависимости Спасибо И все же, почему я нарушаю правила дома Смотря какие Я стараюсь быть включенным по полной Но иногда бывает отвиливаю Я могу раньше уйти с собрания Если мне там становится скучно Я сам решаю, лучше попишу задания Не буду сидеть там и мучиться Я очень мало правил нарушаю Пытаюсь соблюдать все максимально Иногда я матом ругаюсь Но это делаю только в Т1 и в Т2 Я не разбрасываю вещи Хотя с удовольствием это делаю дома Я куртку на вешалку вешу И кровать заправляю после подъема Я тягу вообще не гоняю Хотя иногда это бывает полезно Я персонал больше не обсуждаю И уж тем более их действия Я не манипулирую перекурами И смиренно жду знаков от высшей силы Не флиртую, не конфликтуя В консультантскую захожу, когда пригласили Стараюсь следить за внешним видом В обуви по дому я не хожу Мои татуировки все в бане видели Я бережно отношусь к инвентарю Говорю, когда собираюсь на второе Когда со второго спускаюсь на первое На диване я только если больной И делаю то, что попросит сверху Я соблюдаю чистоту Стараюсь не заниматься интриганством Не лезу в функции, за водой слежу Колюще сдаю в консультантскую Согласен, иногда бывает, что я уровень шума нарушаю После отбоя по дому гуляю Посреди ночи всегда просыпаюсь Вещи чужие я не беру Извои дарить тоже перестал я На мероприятиях разрешения жду И не люблю игры азартные Вещи храню только в ящике Тем более, что он у меня один Не давал прозвища, но только мальчикам На жаргоне иногда говорил Я не контролирую доску и уж точно сам себе не набрежу До правила стоп еще не дорос Я всегда уважал всех, с кем я дружу Забираться в комнате не вижу смысла Иногда оцениваю людей Воднебратские отношения кончаются быстро Созависимость каждый день Функции никакой еще нету И вообще-то я сам еще новичок Спасибо рэп-центру за это Я иногда косячу, ну и че? Оль, привет! Слушай, у тебя советовались со всеми сотрудниками И даже не знаю, стоит ли приезжать к Леше Он только стабилизировался Хоть на зарядку начал там выходить Нет-нет Я боюсь, что сейчас ты приедешь И начнется вот эта история Я вижу шизофрении, нет Он психопат, чистой воды Вот, это точно И все же для меня это остается странно Пребывание тут никак не входило в мои планы Я не собирался снова признавать себя наркоманом Но я настроен на чистую трезвость И это главное 25 лет назад я узнал про эту программу Меня положила мама, чтобы я бросил марихуан Иногда мне было 18 и не осознавал я Что предстоит проторчать четвертак и начать сначала Высшая сила, очень интересная штука Иногда она приходит в лице врага, а не друга Враги хотят помочь, типу из лучших побуждений Потом в шоке, что все пошло не так, как они хотели В моем случае тут только моя вина Я хотел как лучше, теперь боюсь смотреть по сторонам Заебало быть виноватым без чувства вины Заебало просыпаться от крика режим тишины Поленька, ну да, конечно, ему станет лучше Относительно того состояния, в котором он прибыл Но это лучше, конечно, не будет нормой Ну давай вот так вот, да, будем честными Меня уже не так легко вывести на эмоции Каждый день я потихоньку готовлю себя к социуму Этот месяц был для меня необходим Я правильно настроил голову и научился быть один Я стал рассудительным и начал любить себя Я благодарен руководителям и каждому из ребят Это место стало родным за короткое время И теперь я буду на связи с ним, я сумею, я уверен Я перевезу сюда свою собаку Гуччи Конечно, немного жалко, но тут ему будет лучше Я надеюсь, он тоже меня понимает Наконец-то этот красавчик будет окружен вниманием С каждым днем я все ближе к выходу отсюда У меня там дел полно, и это пиздец как круто Еще круто, что мне от дома тут подать рукой Боже, дай мне разум и душевный покой Боже, дай мне разум...